Джордж Рафт и Лин Барри Джордж Рафт и Лин Барри Режиссер Эдвин Марин Хорошо, Долорес, я избегал тебя. Я работал, хотел закончить песню. И кроме того, мне не слишком хотелось тебя видеть. Ты мне уж очень надоела за последние пару недель. Эти телефонные звонки, потом подкарауливала меня у дома. Но это ни к чему хорошему не приведет. У нас все кончено. У меня были девушки раньше. Это вот, наполовину испанка. Бегала за мной по всей Южной Америке. Это я для нее написал. Я встретил ее в Сан-Валей. Это будет тебе. Назову ее Ноктюрн. Ты мой Ноктюрн. Как увижу тебя, звучит нежная музыка. Да, звучит мелодия. И стихи так и льются. Словно миллионы скрипок Играют на струнах моей души. Ноктюрн. Ты мой Ноктюрн. Ты слова, которые я пою. И ноты, которые играю. Но это все в прошлом. Ты уже не та. Все это Было вчера. Не хочешь съездить куда-нибудь на некоторое время, мой ангел? В горы или на Палм Спрингс? Развеешься немного. Познакомишься с кем-нибудь. Если деньги нужны, я буду рад. Не надоело государственную пленку переводить? Почему красивая девушка хоть разок не может себя прикончить? Жутко однообразно постоянно мужиков снимать. Тогда устраивайся в полицейскую газету. Готов? Давай отпечатки сначала. Как скажете, лейтенант? Не понимаю. Что не понимаешь? Большой композитор, бабки, хороший дом. Куча девочек. Зачем ему кончать с собой? Я спрошу его об этом по ходу следствия. А ты что думаешь, Джо? Спроси Халберсона. Он тут главный. Спасибо, что не забыл об этом, Джо. Он же песню писал. И что, он застрелился за таким занятием? Я не музыкант, я детектив. У нас один револьвер, его. Был один выстрел. Если отпечатки на револьвере его, если на руке следы пороха, то это самоубийство. А иначе это убийство. Вот такая простая математика. На пистолете его отпечатки, это точно. Отпечатки всегда можно подменить. Что со следами пороха? Скажу через минуту. Если бы я расследовал это дело... Слушай, я тебя учил фотографировать? Кажется, нет, лейтенант. Отпусти меня, грубиян. Когда мне руки понадобятся, я тебя позову. Это кто же такая? У нас было мало времени на беседу. Как зовут? Сьюзен Фландерс, я тут работаю. Кем? Горничный. Не слышали сегодня никаких необычных звуков? Выстрелов, например. В этом заведении любой звук будет обычным. Она была в постели с затычками в ушах. С затычками? Почему? Терпеть не могу его музыку. Слащавая очень. И вообще, я спала. В 10 часов? Я всегда ложусь в 9. Можете доказать? Так получается, что я сплю одна. Идите сюда. И что мне нужно делать? Истерику закатывать? Так что, мисс идет сегодня в кино? Пороховые ожоги на правом виске. Четкие следы пороха на правой руке. Чистейшее самоубийство. Миссис Халберсон будет рада. Не в курсе, с чего это он? Точно не из-за меня. Был он чем-то обеспокоен, угнетен? Насколько я слышал, обеспокоились другие. Какие другие? Он был убийцей леди. Только не торопитесь с выводами, я вам не леди. И здесь была леди? Если нет, то это было бы событие. И кто же? Слушайте, я занимаюсь своим делом. Вытираю на мебели пыль. Тут не только пыль на мебели. Помнишь дело о краже бриллианта в 20 карат? В Беверли Риттс? Да, помнишь горничную, которая порезала руку, пытаясь выпрыгнуть с ним через окно? И забавно, она была очень на вас похожа. Только звали ее... Аннабелл Уотерс. Фланнаген, надень ее и в машину. Вы еще пожалеете. А мы рискнем, Аннабелл. Пошли, сестренка. Пошли, ребята. А ты побудь пока, вдруг шеф объявится. Окей. Продолжение следует... Для Долорес. Стучать в дверь не научили? Я офицер полиции. Что там? Покупки. Проходи и садись. Что случилось? Что? Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Как зовут? Юхемио Моро. Что ты тут делаешь? Я посыльный. Ты знал, что он мертв? Как попал сюда? Через боковую дверь? Всегда через боковую дверь. Есть предположение, почему он застрелился? Нет, сэр. Он сказал принести ему это, когда вернусь домой. Он так сказал? Да, сэр. Он сказал принести аспирин, крем для бритья, бикарбонат и бритвенные лезвия. Он кого-то ожидал сегодня? Леди. Из этих? Не знаю. Знаешь, когда леди пришла? У меня сегодня полдня выходной, я ходил на бокс. Я не видел мистера Винсента с обеда. Он сказал мне принести аспирин, крем для бритья, бикарбонат и бритвенные лезвия. Я уже понял. Из пистолета стреляешь? Да. И хорошо. Может, продемонстрируешь нам свои умения на завтрашнем дознании? Дознании? Пошли со мной. Это пусть лежит. Сколько сегодня проиграла? Я не знала, что ты дома, Джо. Вот как. И что там на пляже теперь? Зало игральных автоматов? Я выиграла 3 доллара. Миссис Орурк проиграла 6. Дура. Ты должен быть рад, что у тебя такая умная мама. А как насчет восьми проигранных неделю назад? Это было неделю назад. Пошли, я тебе налью коки на выигранные. Не откажусь, мама. Я отлично провела время, вот как. Сэндвич хочешь, Джо? Нет, спасибо. Ты что, музыкой занялся? Ты не садился за пианино семилетнего возраста. Пытаюсь не забыть последнюю песню Винсента. Я слышала о нем по радио, когда ехала домой с миссис Орурк. Самоубийство? Халберсон говорит, что да. Халберсон говорит. Халберсон опять нес всякую пургу? Может быть. Халберсон говорит. Кто такая Долорес? Его подружка, наверное. Ты с ней говорил? Пока нет. Она может что-то знать. Она даже могла быть у него. Могла. А могла и выставить его. Девушкам по имени Долорес доверять нельзя. Почему он не закончил? Это я у тебя хотел спросить. Что ж, наверное, давай я отвечу на все вопросы сразу. У него были деньги. Долорес. Хороший дом. Однако он, по-видимому, решил, что ему нужна дополнительная вентиляция. И продырявил себе голову. Оставил отпечатки на револьвере и следы пороха на руке. Вот и разбирайся. А я пошел на боковую. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, Джо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юхемио? Да, сэр. Знаешь этих красоток? Да, видел иногда в доме. Да, но их имена, например, этой. Мистер Винсент называл ее Долорес. Так дела у нас проще, чем я думал. Он их всех называл Долорес. Столько Долорес во всем мире не найти. Кто была последней на крючке? Все они очень красивые, но слишком похожи друг на друга. Я ее помню. Пыталась выпрыгнуть из окна. Очень смешно было. У тебя выдающееся чувство юмора. Прошу пардона. Ну а ты как на свободе оказалась? Небольшое отсутствие улик. С каких это пор начали выпускать таких, как ты, Аннабелл? С тех пор, как стали опасаться грязи в доме. А то тут было слишком много полицейских и трупов. Нос не болит от постоянного саванни его в чужие дела? У меня фобия от фотографий красивых девушек. Он предпочитал их в натуре. Это я уже слышал. С чего это он звал их всех одним именем? Я сама пыталась это выяснить. За мои деньги куплю только одно. У него с шестеренками в голове было плохо. Однажды он даже меня назвал Долорес. Судя по всему, у него была очень интересная жизнь. Спасибо, Долорес. Меня зовут Клара. Он тебя звал иначе. Кто? Винсент. Какая разница, как он меня звал? Слушайте, это заведение может и паршивая, но за мелочь тут будет только кофе. Где ты была в тот вечер, Долорес, когда погиб Винсент? Я бы не стал одурачиться с этим пианино. Вспоминаешь вот это? Это что значит? Чего вздумал мое пианино ломать? Я за него 1100 долларов выложил. Окей. Конечно, окей. Все окей. Чего ты ее про Винсента спрашиваешь? Ты кто, из полиции? Верно. Что ж. Если ей нужно алиби, то я, Ник Папас, буду ее алиби. Я дам ей хорошее алиби. Правда, бэби? Я дам ей хорошее алиби. Я дам ей хорошее алиби. Минутку. Я гостей не ждала. Не знаете такого Кита Винсента? Кита Винсента? Не надо ко мне приходить с разговорами об этом парне. Зачем он вам? Вы-то, кого он звал? Долорес? Я? Он никак меня не звал. Вы меня, наверное, с Норой перепутали. Нора? Да, моя подруга, Нора Болтон. Она жила у меня с тех пор, как он ей жизнь поломал. А вы что, стрелок? Не совсем. Не совсем? Это что за намеки такие? Или стрелок, или не стрелок. Иначе не получится. Так что я говорила? Вы говорили о своей подруге? Да, Норе. Как-то мы тут сидели, и она рассказывала мне, что он ей устроил. Я поэтому и хочу с ней встретиться. Придется потрудиться, мистер. Она себя прикончила позавчера в этой постели. Незачем отпираться, Джо. У тебя проблемы. Мистер Биллингс, который приходится председателем городского комитета по борьбе с преступностью, заявляет, что ты беспокоил его жену. А потом еще эта история с игрой на пианино. Ник Паппас говорит, что он полностью его разломал. Я знаю, что говорит Ник Паппас. А менеджер серебряной подвески говорит, что ты утащил одну из его девушек на разговор. Она не возражала. Может и так. Слушай. Я даю тебе два дня, как ты и просил. Ты прошелся по девяти девушкам. И получил девять алиби. Не кажется, что пора закончить? А как же остальное? Аспирин и бритвенные лезвия. Он, наверное, просто не хотел, чтобы филиппинец был рядом. Я так ему и сказал, шеф. Ты надрываешься над вещами, которые ни один суд в стране не примет в качестве улик. Какая-то неоконченная песня. Она у него в ушах так и звенит. Я бы предложил тебе подождать в машине, Халберсон. Хорошо, сэр. Садись, Джо. Джо, ты вляпался не в первый уже раз. Помнишь дело Малвини? А дело Ванайса? Оба раза было мимо. Ты хороший мужик, один из лучших у нас. Но ты упрямый. Давай разумно посмотрим на это дело. Экспертиза установила, что стрелял Винсент. При этом отпечатки свидетельствуют, что стрелял он из своего револьвера. А насчет мотива, это как сам хочешь. Может, есть другие девушки помимо этих? Поэтому ты и ушел в сторону. У Ламброза это называется преступление страсти. Мы все знаем про преступление страсти, Джо. Там есть одно общее обстоятельство. Они всегда необдуманные. А если это убийство, то оно исполнено так здорово, что нам даже непонятно, как вообще так получилось. Кроме того, наша сфера ответственности закончилась после того, как жюри Коронера вынесло вердикт о самоубийстве. Комиссар с утра хотел тебя отстранить. В следующий раз я тебе помочь не смогу. Я вам очень признателен, шеф. Забудь. Положи это к делу Винсента. И отправляйся в распоряжение Халберсона. Есть, сэр. Джо, тебя еще не уволили? Нет. Отлично. У меня для тебя хорошее задание. Шеф хочет, чтобы я это сначала вернул. Окей, а потом займись вот чем. Миссис Мелтон Джонс, причина для жалобы, любопытный том. Может, это тот самый парень, который убил двух дамочек в Брэдвуде? Значит, опять за портреты. Может, тебе проще вступить в клуб одиноких сердец? Сюзан. Тут еще один портрет висел. Пожалуй, да. Но я не заметила, куда он делся. Знаешь, чей это был портрет? Думаешь, я девочками интересуюсь? Я одно могу сказать. Что? Ее звали Далорес. Спасибо. Студия Чарльза Шейна. Бульвар Сансет. Мисс Эванс, сколько раз вам говорит смотреть правее? А мне сколько раз вам говорит, что я так плохо получаюсь? Прошу вас, предоставьте судить об этом мне, мисс Эванс. Это что, лицо ваше или мое? Разумеется, всецело ваше. Но если бы оно было мое, то я бы ел побольше овощей и салата. Вы крыса, что ли? Хватит. Я больше не могу. Тони, тебе предоставляется честь сфотографировать полностью лицо мисс Эванс. Женщины, вы даже не представляете, как тошнит меня от женщин. Пойдемте посмотрим, что у нас там в архивах. Я знаю парня, который махнется с вами работой. Он снимает трупы. Трупы? По крайней мере, они не ругаются. Прошу. Ты нашел последнюю фотографию, которую мы делали для мистера Винсента? Как раз положил проявляться. Одну минуту. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... У меня не очень большой размер обуви. Не поинтересовалась. Оно и видно. Вам нужен некто вроде Винсента? С чего вы решили, что я убила Винсента? У вас цвет волос соответствующий. Вам нужно нечто большее? Как насчет портрета, которого на месте не оказалось? Что если я скажу, что забрала его месяц назад? Я вам не поверю. По крайней мере, откровенно. Попробуйте начать. Можно. И с чего начинать? Начните с рассказа о том, где вы были в ночь убийства. Это просто. 9.45. Обналичила чек на 50 долларов в деликатесах. В 10 пошла в кино посмотреть фильм, в котором появляюсь в эпизоде. Меня вспомнят в кассе, поскольку менеджеру пришлось лично давать разрешение разменять мне 50 долларов. Я пробыла там минут 20. Мне не нравятся такие фильмы. На выходе встретила Грейс Эндрюс. Это было 10.20. Мы поговорили 5 минут, и я отправилась домой. Думаю, вы бы поступили так же. Мне нравится такое алиби. Все обтекаемо, закончено, отлично упаковано. Только мне не годится. А мне что с того? А то, что я вас затащу в отделение? Знаете, мне надоело с вами разговаривать, вы скучный. Проваливай. Я с мисс Ренсом. Может, и не такой скучный, как мне показалось. Может. Интересный прыжок, Патт. Как называется? Франсис Ренсом. Простите, лейтенант, мы принимаем столько чеков. Как она выглядит? Брюнетка среднего роста, на вид 25 лет. Симпатичная и в хорошей форме. У нас сотни таких каждый день. Ладно, зайду потом. Простите. Колбаса есть? Это там. Вы что, мистер? Вставай в очередь, солдат. Подождите своей очереди, сэр. У вас меняли 50-долларовую купюру во вторник вечером. Я во вторник вечером не работала. Мистер Барнс? Что еще? Простите, я сейчас выйду. Один. У вас меняли 50-долларовую купюру во вторник вечером? Сомневаюсь. Меня обычно вызывают, если появляются купюры больше 20. Однако могли и пропустить. Спасибо. Простите, у вас назначена к мисс Эндрюсу, она сейчас освободится. Я не хочу мисс Эндрюсу, мне нравится мисс Мэдисон, мы с ней поладили. У нас школа танцев, а не матримониальное бюро. Подождите там. Грейс Эндрюс. Слушай, ты должен проникнуться духом, дорогой. Веселее надо. Вот так. Давай, попробуй. Нет, так румбу тебе не освоить. Тебе скорее вальс нужен. Фрэнсис Рэнсом мне сказала, что если кто и научит меня румбе, то это ты. Тебя Франсис сюда направила. Она милая, у меня половина клиентов от нее. Мы жили в одной комнате. Давайте еще раз. Хорошо ее знаешь? Утром видел. Знаешь, у нее какие-то неприятности? По ней было незаметно. Кажется, там что-то с полицией. С полицией? Она звонила мне вчера и сказала, что если детектив меня спросит, где она была во вторник вечером, то я ее видела в ресторане. Вот как. Только детективов тут не было. Уже лучше. Спасибо. Откуда ты знаешь, что я не детектив? Глупости. Кто видел детектива без шляпы? Тут нет. Это много. Также. А в результате. Спасибо. Оп. Если в этот раз. Окей, проваливай, мальчик, пока тебя в зоопарк не забрали. Почему пиджак порвал? Потому что надоело, что ходишь за мной как привязанный. Мне не нравится, что ты мне пиджак порвал. Хочешь подать жалобу в управление? Что тут такое? Драка. Вон один из них. Привет, Джо. Привет, Флинн. От тебя дни неприятности. Ты называешь обыск бандита неприятностями? Сегодня да. Почему? Из-за шефа Уэйна. Он дает тебе 10 минут добраться до управления все последние пять с половиной часов. Спасибо. Что шеф сказал? Ровно два слова. Только два? Отдавай значок. Он говорил утром гораздо больше, когда узнал, как ты граждан в бассейны сталкиваешь. Так вот в чем дело. А потом на улице драку устроил. Бабки не нужны, Джо? Я окей. Сделай одолжение. Передай это шефу. Конечно. Что ж, до встречи. Джо, ты же не будешь больше копаться в этом деле. Братишка, я знаю, когда меня сделали. Бэби, это был отличный вечер. Так что не надо его портить. Спокойной ночи. Как тут у вас удобно? И тишина, наверное. Как вы сюда попали? Ключом. Тогда возьмите его и выходите в обратном направлении. Вы не слишком гостеприимны. Это в таких-то апартаментах? Вы планируете сюда переехать? Моя зарплата не хватит на аренду коврика перед дверью. Я подарю вам коврик. Берите его и отправляйтесь домой. Я бы лучше вас в ночной клуб сводил. На эту вашу зарплату? Может, мы это устроим за счет городского бюджета? У меня пока еще не было таких предложений. И? Не могу себе представить ничего менее интересного. Представьте себе, когда вас город берет под руку. Если проблема в этом, то я предлагаю себя. Я не люблю заменитель. Кроме того, у меня было позднее свидание. Но даже если бы и не было, то все равно не пошла бы. Все ясно? Вполне. Пока не забыл. Мне это надо вернуть. Мне очень понравилось. Наверное, стоит кучу бабок. Вам бы надо квартирными кражами зарабатывать. То есть заняться той же работой, что и вы? Последняя роль в кино принесла мне ровно 63 доллара. Тогда откуда взялась эта безделушка и норковая шуба в шкафу? И этот дом, в котором вы живете? Я же не виноват, что мне дарят подарки. Это надо думать о Винсенте, например. Может, вам лучше уйти? Жаль, что не идете. Вам, я думаю, надоело постоянно ходить за деликатесами и в кино. А у меня есть, например, одно местечко. Клуб клавесин. Город будет очень разочарован. Город меня не волнует. Но если вы достанете ту норковую шубу из шкафа, я прогуляюсь с вами. И не волнуйтесь. Соплатим каждый за себя. Вы в таких местах много времени проводите? Нет. Когда есть свободный вечер, я иду в оперу. Знаете, я тут все думаю кое о чем, мистер Уорн. О чем же? Как такой любитель музыки, как вы стал детективом? Добрый вечер, лейтенант. Как насчет столика? Конечно, прошу сюда. А что такого плохого в работе детектива? Я задала вам вопрос. Человеку надо кушать, в миру нужны детективы. И кроме того, мне это нравится. Это хорошая жизнь. Платят мало, зато масса развлечений. И можно парковаться у пожарных гидрантов. И можно водить девушек в интересные места и покупать им интересные напитки. Что будете? Бурбон с водой, пожалуйста. Лейтенант? Мне тоже. Нравится? Неплохо. Я могу вам устроить. Это моя младшая сестра. Спасибо, пальчики. Привет, дорогая. Привет. Хороший был номер. Садись. Это мистер Уорн. Ты его прямо очаровала. Мое почтение. Хотите выпить? Спасибо, лимонад. Привет, пальчики. Пальчики, а как насчет «я всю ночь вчера не спала»? Хорошо, пальчики. Хорошо. Большое спасибо. Блюз или Бетховен? Может тогда, как насчет блюз, Фриско? Может вам проголосовать? У меня есть кое-что с собой. Один друг написал. Один друг написал. Нравится? Мило. Какой хороший у тебя костюм, дорогая. Неплохой. Тем более, что я его нацепила для продавца швейных машин. У вашего друга что, ноты кончились? Более-менее. Винсент? Винсент? А вы откуда знаете? А как вы картину Пикассо узнаете? Никак не узнаю. Вы не художник. Вы крадете не только драгоценности, но и мелодии? У меня масса интересных хобби. Официант, чек, пожалуйста. Все уже урегулировано. Вот. Спасибо. Вас отвезти домой? Спасибо, у меня еще номер. Приятно было познакомиться. И мне. Спокойной ночи, Кэрол. Такси? У вашей сестры хороший голос. Она еще где-то пела? В паре кафе в Сан-Франциско. Это что значит? Забыл сказать. У меня тоже позднее свидание. 1982, Сансет Драйв. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не хочу уходить. Мне весело. Мы закрываемся, Чарли. Я все равно хочу остаться. Спокойной ночи, спать пора. Кого-то ждете? Она вышла через заднюю дверь. Это вы о ком? Вы же не стали бы ждать меня или Торпа, правда? Верно. Как все и всегда. Ждут только Кэрол. Знаете, где она живет? Возможно. Попробуйте зайти в местный дом актеров. Спасибо. Не слишком поздно? А разве это противозаконно? Смотря чем ты занималась, я напишу тебе письмо, будет во что свой нос сунуть. Я вас ждал, чтобы вы прошли со мной, мисс. Я знаю, уже поздно, но я хотел поговорить с вами. Как вы прошли миссис Кимбл? Она мне сказала, что у вас посетитель. А еще я ей сказал, что из полиции. Что было нужно той курице? Какой курице? Дебютантке с Бала, с которой вы только что говорили. Она хотела найти мою сестру. Просто Францесса жила здесь. Она сказала зачем? Сказала, что она ее старая подруга. А что, мне не надо было говорить адрес Францесс? Не знаю, почему бы и нет. Слушайте, мы не могли бы где-нибудь поговорить. Здесь. В смысле, более-менее приватно. Давайте завтра. Сейчас уже завтра. И только один вопрос. Давайте присядем. Так какой вопрос? Когда вы впервые услышали песню Винсента? Песню Винсента сегодня в клубе. Как вам будет объясняться на этот счет в управлении? С фото вспышками и репортерами в коридоре? Никак. Тогда рассказывайте. Я слышала, как однажды Францесс играла ее. Уже лучше. А она где ее взяла? Не знаю. Знаете? Нет, честно, не знаю. Она же могла быть у Винсента в день убийства. Нет, она ушла задолго, да. Но она все же была там в тот вечер. Она была влюблена в него? Я не буду с вами говорить. Я ей все только осложню. Похоже, вы знаете, что это она его убила. Нет, я этого не говорила. Почему вы передергиваете мои слова? Но это отличная роль, дорогая. Я умираю аж в середине третьего акта. А то обычно приходится умирать, не успев появиться на сцене. Слушайте, у меня такое чувство, что мы в одной команде, только этого не знаем. Мне нравится Францесс, и я хочу ей помочь. Так что, почему бы вам все не рассказать мне о ней? А если не расскажу, тогда я буду знать, что вы считаете ее виновной. Давайте все сначала. Это было полгода назад. Я слушаю. Он влюбился, а потом разлюбил. Конечно, Францесс было больно, и она рассердилась. Она не могла вынести, что он с ней обошелся, как с остальными, и во вторник вечером произошел взрыв. Это было недели раньше. Но она ходила к нему во вторник вечером забрать портрет и попрощаться. Надеюсь, не с помощью 38-го калибра. Вам не кажется, что вам лучше Францесс об этом спросить? Да. Видимо, это будет следующий проект. Спасибо. Я надеюсь, я ничего плохого не сделала. Вы очень разумно поступили, Бэби. Спокойной ночи. И как позднее свидание прошло? У вас есть дом? Конечно, он мне очень нравится. Есть душ, горячий кофе и постель. Тогда что вас туда не пускает? Вы. Я? Слушайте, мистер, и вам никто не говорил, что вы глупости несете? Я забыл. У вас появилась идея Фикс, что Винсента убили, только вы не знаете как, верно? Не знаю. Но вы решили, что если это убийство, то должен быть мотив. Но вы не знаете какой. Верно. И убийца. Но вы не знаете кто. И вы выбрали меня, потому что я была там. Но вы не знаете когда. И сняла портрет со стены. Да. Только я знаю когда. Ваша сестра только что мне сказала. Проходите. Так что вы хотели сказать? Все очень просто. Ваша сестра мне сказала, что вы были там во вторник вечером. Хорошая у меня сестренка, большое сердце и еще более длинный язык. Что еще она вам выдала? Порядочно насчет вас с Винсентом. Но не поймите ее неправильно, она только хотела помочь. Она не забыла рассказать, какого размера я ношу запонки? В свое время я выясню это. Не сомневаюсь. А время еще не пришло? Это как посмотреть. Что ж, решайте. Не хотите выпить? Да, коку выпью. Знаете, я кажется провалилась в довольно интересную яму. Верно, но вы все еще можете из нее выкарабкаться. И как? Доказать, что не были дома у Винсента во вторник в 10 часов. Неужели так важно, где я была в 10 часов во вторник вечером? В суде будет. Я не совсем об этом. Будет ли это важно вам? Мне? Я знаю, что вы полицейский. Но вы также и человек. Это верно. Не на службе, мисс Ренсом. Просто Франсис. Хорошо, Франсис. Вы можете на минутку покинуть службу, мистер Уорн? Наверно. И не на службе, меня зовут Джо. Ты знаешь, каким подлецом был Винсент? Полицейский не интересуется? Я говорю о людях, Джо. Я хочу, чтобы ты видел его таким, каким он был. Человеком, который никому не принес ничего, кроме несчастья. Не лучше ли ему было умереть? Мы не можем так смотреть на вещи, Франсис. Почему, Джо? Меня не интересует, подлец кто-то или нет. Мое дело – найти убийцу. А светит ли ему газовая камера или, может быть, вот он доверие – это уже не мне решать. Даже по-человечески, Джо? Не думаю. Знаешь, когда я тебя впервые увидел, у меня появилось странное чувство. У тебя бывало такое чувство? Мне понравился твой купальник. И это все? Да, это все. Что мы будем делать? Не знаю. Ты не мог бы бросить дело? Мог бы. Джо? Не лучше ли так? Да. Теперь, Бэби, расскажи, как ты это сделала? Выкинь его отсюда. Ты будешь отвечать на мой вопрос? Она хочет, чтобы ты ушел. Вы не туда полезли, лейтенант. Вам надо заниматься нарушениями правил дорожного движения. Ты слышишь меня? Мы хотим, чтобы ты ушел отсюда. Вы понимаете, что моему ребенку спать не даете? Шесть месяцев, бедняжки, она глаз не сомкнула. Вставайте и уходите отсюда. Да, мэм. Я вас обоих имею в виду. Это просто неслыханно, как в туристическом лагере. Я вызову полицию. Он как раз из полиции. Тогда на него надо жаловаться. Как вас зовут? Минутку, леди. Джо Уорн. Вам должно быть стыдно. Обоим. Быстро отсюда. Вон. Мы не хотели беспокоить ребенка, миссис. Приличные люди из-за вас спать не могут всю ночь. А на вас я жалобу напишу. Торп, у меня к тебе несколько вопросов. Во-первых, как ты оказался... Кажется, маленький ребенок нас уже не услышит. Кто у вас так? Шестимесячный ребенок. Вот что сухое молоко делает. Вам повезет, если шрама на лице не останется? Мне повезло, что лицо осталось. Следующий клиент, доктор. Авария? Нет, но побили как следует. Не буду задерживать. Спасибо, док. Пустяки. Тебя, значит, тоже разукрасили. Ты ее знаешь, Джо? Ее зовут Сьюзан Фландерс. У нас ее фото висело. Где ты ее нашел? Лежала в переулке, с урной вместо подушки. Кто это сделал? Расскажи лейтенанту, кто тебя избил, сестренка. Это Торп? За то, что искала Франсис Ренсом? Оставьте меня. Не стоит с ней пока говорить. Как скажете, док. Подожду за дверью. Нужно обезболивающее. Доброе утро, Джо. Что, встал так рано? Из-за тебя. Мне надо доставить тебя в управление. Зачем? Шеф хочет тебя видеть. На этот раз по поводу поломанной мебели в доме. А мебель вроде дорогая. Слушай, Грац, мне надо еще одну версию отработать. Скажи, что не нашел меня. Ты что, опять этим дурацким делом занялся? Я его и не бросал. Что скажешь? Я рисковать не могу. Ты меня ставишь в ужасное положение. Ты мне нравишься, Джо, но когда шеф говорит, я должен… Прости, Грац, ты тоже мне нравишься. Давай еще раз, девочка. Только не торопись. Хорошо. Вашей публике понравится. Спасибо. Я вижу, вы где-то основательно подебоширили. Иногда приходится. Ваш ассистент здесь? Торп? У нас есть дело неоконченное. Он тут? В пятницу у него выходной. Всегда? Так в контракте написано. Он, случайно, во вторник вечером не сочковал? Весь вечер был как штык. Вы уверены? Его брат-близнец до самого закрытия таскал мое пианино. А вы что скажете? Я бы заметила, если бы он ушел. Если только вы сами куда-нибудь не отлучились. Но я никуда не отлучалась. Можете пальчики спросить. Что вдруг такой интерес? Уже нет. Был две секунды назад. Я мог бы вам сказать, что Торп не валил Винсента. Он даже не знал его. А вы откуда знаете? Мы иногда устраивали между собойчики. Розовое шампанское. Кит Винсент и Нед Пальчики Форд. Почему вчера мне не рассказали? Вы же не спрашивали? И сколько дали концертов? Три. Это был последний. Он решил, что для меня будет слишком ставить свое имя рядом с его именем. И все закончилось. И вы обиделись? Конечно, обиделся. И еще как. Настолько, что мог бы и грохнуть его пальчики. Какого калибра у вас пистолет? 45-го. Там был 38-й. И что с ним сделали? Спрятал. Пускай так. А как вы представили дело с самоубийством? Минуточку. Я на самом деле тут ни при чем. Вы детектив, вы отвечаете на вопросы. Или не можете. Еще такая шуточка, и я пианино тебе на шею намотаю. Вспыльчивый какой. То есть Джо все еще озабочен этим песенником? Он посвящает ему все время. Он теперь как раз в отпуске. Жаль, что он не признает тут самоубийство. Я бы вот не стала никого так убивать. А сколько людей вы убили, миссис Орурк? Вообще-то, нисколько. Но вы сами сказали, что согласно баллистической экспертизе стреляли из пистолета мистера Винсента. Кто-то мог подложить пистолет уже потом. Сахар? Три кусочка. Но как же отпечатки пальцев, дорогая? Джо говорит, что отпечатки можно было подменить. Печенье? Нет, спасибо. Конечно, отпечатки можно было подменить. Я вспоминаю, это сделала Джинджера Роджерсу в синей полуночи. Какая же она милая. Мы об убийстве говорим, миссис Орурк? Конечно. Джо говорит, что вопрос в том, как частицы пороха оказались на голове мистера Винсента, а следы пороха на руках у мистера Винсента. Они нормальную экспертизу делали? Конечно. В полиции же не идиоты. Что ж, тогда, наверное, убийца положил пистолет, револьвер миссис Орурк. Пистолет – это автоматическое оружие. Я использовал это слово в широком смысле, дорогая. Возможно, убийца положил револьвер в его руку и затем вынудил его произвести выстрел самому. Но тогда была бы борьба, миссис Орурк, и отпечатки пальцев были бы смазаны. Могу показать. Какой чудный револьвер. Да, это револьвер Джо. Точно по руке. Легкий круг. Вы хотели что-то с отпечатками пальцев показать? Ах да, идите сюда. Давайте. Постарайтесь заставить меня выстрелить себе в голову. Давайте, давайте. Если не додавите еще немного… Джо, ты с ума сошел? Я с ума сошел. Это вы что тут вытворяете? Я показывала миссис Орурк, как мистер Винсент не был убит. Вам никогда не говорили, что нельзя с оружием играть глупостью? Он же заряжен холостыми. Холостыми? Мама, ты великолепна. И вы миссис Орурк. Джо, а как же завтрак? У меня уже назначен завтрак с женщиной-убийцей. С женщиной-убийцей? Где сегодня снимают Синбада? Павильоны 9 и 10. Спасибо. А пропуск есть? Отдел убийств. Закройте дверь, это последняя репетиция. Всем тихо. Ладно, поехали. Слушай, не слишком любезничай с этой девицей, она рабыня, между прочим. Ладно. Мотор. Снято. В костюмных фильмах хорошо то, что не надо свою одежду брать. Это точно. Чашку кофе. Опять ты? Похоже на то. Ты удивительно настырный человек. До встречи, Франсис. Пока, Бесси. Удивительно настырный, совершенно непробиваемый. Это ты скажи своему другу Торпу, у него, кажется, другое мнение. Где он, кстати? Скорее всего, в клубе. Не сегодня сестренка, но он был там во вторник вечером. Ваш кофе, мистер? Сколько? Десять центов. Положите на тарелку. А где, по-твоему, был Торп? Помогал мне Винсента убивать. Что-то типа того. Что-то у тебя заклинило. Или, может, ты просто жить без меня не можешь? Может быть. И на это есть причины. Какие же? Все, что ты делаешь, меня поражает. Прячешь свой портрет, устраиваешь себе фальшивое алиби. Не признаешь, что была у Винсента во вторник вечером. Притворяешься, что не обиделась на него, когда он вышвырнул тебя подальше. Это достаточной причины? Может, и достаточной, если ты знаешь, что это было убийство, и ты знаешь, как оно было совершено. Знаю. Холостым патроном. Тебе в кадр, Франсис? Сейчас иду. Ты сказал, холостым патроном? Вот именно. Он это сделал так, как это обычно и делают. Сначала смертельный выстрел, как раз из такого револьвера. Потом убийца стер отпечатки и вложил его в руку Винсента. Приложил его к его виску и снова выстрелил. Только второе шоу было с пустышкой. Минутку, мистер, он ведь и выстрелить может. Это игрушка. Игрушка или нет, но я бы убрал его подальше. Я что-то в этом должна понять? Слушай, холостой выстрел дал ожоги на голове и следы пороха на руке. Тогда что стало с холостым патроном? Его надо было аккуратно вынуть, чтобы не размазать отпечатки пальцев, и потом положить гильзу от первого выстрела обратно в пистолет. Нравится? Кажется, ты слишком начитался детективных романов. Нет, я с мамой говорил. Так как насчет признания? Ладно, мне надоела эта игра в кошки-мышки. Давай, одевай наручники. Мы поругались и я застрелила его прямо в голову. Нам надо в управление. Ты думаешь, я повторю это в управлении? Мне надо будет только повторить твои слова, а я их буду отрицать. И кто тогда окажется за восьмым шаром? Я или полицейский, который доигрался до собственного отстранения? Садись лучше, маленький мальчик, на самокат и проваливай, а мне пора страсти разыгрывать. Где ты был весь день? Пытался немного подумать. Что с женщиной-убийцей? На свидание не пришла. Как невежливо с ее стороны. Ты ужинал? Я не хочу, мама. Конечно, хочешь. Сиди, я тебе что-нибудь приготовлю. Газету почитаешь? Да, полицейскую хронику. Ничего, Джо, у нас бывало и похуже. Например, когда твой отец деньги за квартиру в карты проиграл. Яичницу? Наверное. Мама. Да? Что бы ты сказала, если бы я женился на убийце? Я бы не возражала. Если она хорошая девушка. Тост или так? Тост. Тебе сегодня приходили? Вот как. Да, мистер Грация, еще один полицейский. Очень были сердитые. Не удивлюсь. И сказали, что шеф Уорн хочет тебя взять. Тогда нам надо торопиться с яичницей. Они не придут. Почему нет? Я им сказала, что ты поехал в Мексику. Ну, все, мама. Но, Джо, я думал, ты хочешь продолжать дело? Находясь в Мексике, это будет очень сложно. Я про сегодня, про сейчас. Звонил мистер Шон, сказал, что у него для тебя нечто важное. Фотограф? Он хочет видеть тебя в студии в 10 часов. Так уже без пяти десять. Джо, твой ужин. Если не вернусь до 12, отправь в городскую тюрьму. Шон. Шон. Чо marketer. Поехали. Лейтенант Уорн, Францис Рэнсом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо, давай, есть сэр Что ж, отсюда ведь кажется лучше. Кто-нибудь знает телефон Коронера? ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Джо? Не надо про Джо, мне нужен серьезный разговор и быстро Ты слышишь меня? Шон мертв. Понимаешь? Он мертв. Ты должна мне все рассказать. Я не жалею о Винсенте, но Шон... Я совсем запуталась. Я так больше не могу. Алло? Поступили жалобы на шум в вашей квартире, сэр. Вы ничего там не ломали? Да, окна. Говорит, окна. Окна? Вызывайте полицию. Что такое? Пахнет. 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 Что такое? Похоже было на взрыв. Посмотрите на окна. Могу я вам помочь? Да, вызовите доктора. Кэрол Пейдж здесь? Откуда я знаю? Я и не спрашиваю. Посмотрите в гримерной в конце коридора. Дrü로. Кэрол Пейдж. Не думаю, что в этот раз тебе удастся уйти Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры А Винсент что думал об этом? Я вас не понимаю Конечно, я забыл, Винсент не видел вас блондинкой Потому что блондинкой вы стали уже после того, как прибили его Вы же прибили его, правда, милочка? Откуда вы это взяли? Вот откуда Слушайте Вы наполовину правы Я была там Я долго пыталась узнать, как обстоят дела Я узнала Все и сразу Может, мне следовало бы его убить, может, и убило бы, будь у меня пистолет Но я не убивала Тогда кто же убил? Я думала, вы слышали? Это самоубийство? А что за фокус-покус с Шоном на фотографиях? Это Франсис пыталась не вмешивать меня в это дело Я, конечно, не возражала Хорошая история И сработала бы отлично Только вот мне в голову мелодия запала И мелодия такая громкая, что Шон испугался и полез в петлю Вы думаете, и его выставить самоубийцей? Спокойно, милочка Я разочарован Ни пистолетов, ни ножей Откуда вы знаете, что Шон мертв? Сам видел Он очень мило выглядел Болтаясь на... Франсис Удивлена ее появлению? Садись Хорошая девочка Решила собственную сестру убрать Франсис, это неправда Хорошо играешь, милочка 35% шока и 65% невинности Только у меня для вас готова суровая аудитория 12 граждан Одно меня поражает Как вам Шона так удалось прикончить? Или вам, как всегда, торп помогал? Это он отделал горничную Винсента Когда она попыталась вас шантажировать Вы же из тех мадам, которые... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этого я и ждал Только вам надо пару вещей прояснить Так уж вышло, что мы женаты Я знаю 1942-й, Нью-Рошель Вы стали ревновать, когда она связалась с Винсентом Он хотел защитить меня Я бы не возражал, если бы он женился на тебе Я бы тогда просто ушел Но когда все оказалось хохмой, как со всеми остальными Я рассердился С чего вы решили, что это хохма? Я там оказался в тот вечер Конечно, чисто случайно Только вы уже все решили И уже должны были рассчитать этот вариант с холостым Безумие, правда, устраивать счастье своей жене с другим Я бы побыстрее с ним разобрался Но хотел, чтобы она сама его узнала И он помог Я чуть не смеялся, как все здорово вышло Даже не отвлекся от работы над своей песней Я слушал через французское окно и ждал, когда она сама все поймет Она испугалась Выстрел же был у нее через плечо Потом я провернул эту процедуру с револьвером И мы ушли И Франсис получила роль козла отпущения Я сказал ей, что это я Это была тоже моя идея А остальное, Шон, например Или Франсис Я запаниковал, когда Шон решил заговорить И я понял, что Франсис не будет молчать после его смерти Слушайте Неужели непонятно? Я совершил ошибку Пару ошибок Но больше их делать не буду В управлении рады будут это слышать Но вы не управление По крайней мере, пока Вы думаете, я вас отпущу? Проигнорирую пару маленьких ошибок Вроде двух убийств и одного неудавшегося И оставлю гримучую змею ползать по детской? Я боялся, что вы так скажете Пошли, бэби Нет Он легко может выстрелить Только это тебе не поможет Я его разрядил Сколько мне еще ждать? И где же большой сюрприз, который ты мне заготовил? Вот он Это кто? Парень, который совершил самоубийство Винсента Это его жена И как он это сделал? Это он расскажет по дороге в управление Поехали Там в комнате еще один лежит Забери его, Грац Вы тоже с нами Джо А меня? А тебя за что? Ну, есть же какие-то законы за пособничество и прочее Это зависит от того, кому пособничать Я, кажется, забыл тебе сказать, что ты играла в моей команде Касамарина, Вера Круз, Мексика Дорогая Франсис Странное дело, но Винсент покончил с собой Как раз, когда мы с тобой говорили о нем в аэропорту Может, он был... Ненормальный Надеюсь, квартира тебе понравится Но из любви к Майку не потеряй мою норковую шубу Увидимся через месяц с любовью, Джинджер Это я заполучил сразу, как только оказался у тебя Заполучил? Как заполучил? Я сказал почтальону, что мы женаты Ах, так, в таком случае я доложу Кстати, у меня мама очень хочет с тобой познакомиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok